Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие течения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Мы видим, что апостол Павел возвращается к той же самой теме, которая завершилась в третьей главе. То есть, кто Аполлос, кто Павел, кто Кифа, они только лишь служители Божьи. Поэтому апостол тут и подчеркивает эту мысль. «Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». По этому поводу свидетель Амросим Диоланский и свидетели Анзлатау спишут следующая цитата. «Указал на это апостол, потому что некоторые коринфяне это слабо понимали, называя себя служителем Христовым и тайн Божьих, Павел косвенно также указывает на лжи апостолов и отрицает отношение ко Христу того, кто не говорит, поскольку он не соответствует апостольской традиции». Ну, тут такой перевод, смысл не очень, на мой взгляд, удачный, но смысл в том, что, хочет сказать, свидетель Амросим Диоланский, «все, что не соответствует святому преданию, как об этом апостол Павел, например, скажет в послании к Галатам в первом главе восьмой стихе, так и говорит, если даже ангел с неба вам будет благоставать, не то, что мы вам благоставали, да будет отлучен». Святел Иоанн Златоуст пишет по этому поводу и выясняет, что значит домостроители, цитата, «домостроителями называл их для того, чтобы показать, что не всем должно доверять это дело, но кому следует и кто достоин быть домостроителем», конец цитаты. Ну, мы знаем, что, например, если мы собираемся где-то там у себя что-то делать, ремонт в квартире или там на даче, а тем более, если вдруг такая возможность у нас по милости Божьей появилась, там какое-то сооружение там построить, да, люди вообще, которые заняты строительствами храма или помогают, прекрасно знают, что как важно найти правильных кого, верно, специалистов, строителей. А то бывает такое, вот мне один священник из Оренбурга рассказывал, когда он нанял там людей, чтобы штукатурить храм внутри, они сказали, что они все умеют, но на самом деле сделали так, что всю работу пришлось переделывать заново, да еще и штукатурка там чуть не отвалилась, чуть одному человеку по голове не ударило. А это, знаете, уже как бы, да, уже совсем другое состояние. То есть и точно так же и здесь. Можно и человек, если люди берутся за это, быть домостроителями Церкви Божией, но на самом деле не являются специалистами, а специалист здесь именно человек, не тот, у кого диплом есть, там специалист в области православного богословия, или магистр, или даже кандидат. Это еще не означает, что этот человек специалист в полном смысле этого слова. Здесь апостол, здесь святой отец и тот, и другой указывает на то, что должно соответствовать апостольскому преданию, апостольской традиции. Вот ориентир. Итак, для меня, как дальше продолжает апостол Павел, от домостроителя же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть подчеркивается эта мысль. И третий стих для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. Теперь апостол Павел переходит к другой теме. Он переходит к теме осуждения и будет постепенно к ней подходить, потому что в Каринфе действительно были страшные грехи, так как город был богатый. И он так аккуратно подходит к теме, которую он потом будет, в общем-то, обличать этого человека-грешника. Но сейчас он говорит вообще об общем осуждении и дает нам такое хорошее правило, часто очень мы с вами переживаем о том, если нас кто-то за что-то осуждает. И вот это вот переживание, оно на самом деле беспочвенно. Оно не нужно, оно бесполезно. Апостол Павел говорит, я и сам о себе никак не сужу, а мне дела нет до того, что обо мне вообще говорят другие. И в этом смысле нам нужно больше переживать именно о том, что если мы о ком-то сказали что-то, и мы кого-то осудили, но об этом мы совсем не переживаем. Мы переживаем, если нас осудили. А вот если мы, ну, если там еще во время поста скажешь, мой, Господи, помилуй, что это такое, зачем я там осудил. Но особо сильного переживания мы не испытываем. А вот если нас, то да. Апостол дает нам очень хорошее здесь понимание этого вопроса и говорит, для меня очень мало значит, что судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, то есть он говорит ничего такого явного, чтобы что-то такое грубого, но тем не оправдываясь, что ничего не знаю, судья же мне Господь. То есть он здесь указывает, на кого нужно полагаться и кто будет все судить. Святитель Анзотауст пишет об этом, что апостол Павел подобное говорит и в послании к римлянам, которое мы с вами рассматривали, 14 глава 10 стих. Он пишет. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего?» И далее святитель продолжает. «Ибо тебе, человек, заповедано не других осуждать, а смотреть за самим собою. Для чего же ты присваиваешь дело владыки?» — спрашивает свидетель. И далее продолжает. «Судить его дело, а не твое». То есть мы видим, что свидетель Анзлатоуст говорит о том, что человек, осуждающий другого, на самом деле, скажем мягко, подыгрывает антихристов. Потому что именно антихрист хочет подменить суд Божий, и он придет перед пришествием Христовым, чтобы показать, что вот якобы он, а чтобы обмануть, если возможно, как сказано, даже и избранных. Что означает слово «антихристос»? Это тот, который ставит себя на место Христа. И в этом смысле весь суд отдан в руки Божии. И когда мы пытаемся осуждать другого человека, мы как бы себя ставим на место Христа. Это очень опасно, и надо об этом задуматься. Пятый стих. «Посему не судите никак прежде времени, то есть до суда Божия, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Заметим, что апостол Павел говорит, и тогда каждому не говорит так, один будет осужден, а другому будет похвала, но завершает только одним словом — похвала. Почему? Тот же свидетель Анзатауст пишет, он хочет их просто подбодрить, что стремитесь именно к этому, чтобы у вас была похвала. И не говорит здесь о суде, потому что раньше, в общем-то, о суде уже сказал, что Бог будет судить, кого судить, того осудить. «Ибо кто отличает тебя? Кто ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» То есть здесь апостол говорит о том, что нужно не хвалиться то, что ты имеешь, а за все воздавать славу Богу. Есть у тебя что-то, нет у тебя, помнить о том, что у нас все находится и суд, и вся твоя жизнь в руке Божьей. Вы уже, теперь он переходит к обличению Коринфиана, говорит, что вы уже присытились, вы уже обогатились. Он как бы здесь повторяет слова пророка Еремии, который некто говорил, «Разжирел Израиль и забыл законы Божии». Это вот состояние, и мы знаем хорошую пословицу, «Дай человеку власти деньги, и узнаешь, кто он такой». И более опасно это и для того человека, который находится внутри церкви и думает, что он уже спасается, а на самом деле своим присыщением и таким вот состоянием желания обогащения и большей власти, бывает так, что это видно, а когда видно, смотришь на это с таким каким-то сожалением, и думаешь, вот как жаль, вроде бы человек так высок, и такая у него хорошая проповедническая, или какая еще должность, а уже так воспарил, что, да, не видит, что Бог над ним, а уже как бы и сам над Богом. Вот это от этого предупреждает апостол Павел и говорит о причине, почему так происходит присыщение. Вы уже, говорит, присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас, да. О, если бы вы и на самом деле царствовали, здесь апостол говорит, царствовали со Христом, да, и во Христе, чтобы и нам с вами царствовать, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовлены к смерти. Вот о чем. Не власти человеческой искать, а приготовляться к последнему дню. И он говорит о том, что нам, как посланникам Божьим, Бог повелел всегда быть готовым к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны. Снова он прибегает к этой теме, о которой говорил в прошлой главе, и утверждает ее, повторяет, и говорит о том, что мы безумны ради Христа, а вы мудры во Христе, а так они думают о себе. Это состояние прелести, когда человек, присыщаясь, забывает заповедь Божию, поступает по своим повелениям в силу своего какого-то там положения. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже данным не терпим поношение и голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, причем попираемый до ныне. Не к постыжению, говорит, вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Мы видим, что апостол действительно обличает их и говорит, что не тем они увлеклись пресыщением, властью, соперничеством, ссорами, распрями, как уже следствие происходящего от этого пресыщения и жажды власти. Не этим увлеклись. И напоминает о себе, что они, как апостолы, которые, в общем-то, и призвали их, которые научили их начаткам жизни, которые, в общем-то, апостол Павел сейчас об этом и скажет, что он отец для них, а не его дети, и что они впали в такое по отношению к нему некое хамское состояние. То есть, какое? Они перестали видеть в нем наставника и перестали видеть во Христе действительно Спасителя. Поэтому смотрите, как здесь апостол переходит обличая их и говорит дальше, я, говорит, это вам говорю к постыжению, не к постыжению, не чтобы просто вас пристыдить, да, и чтобы вы глаза опустили, сказать, да, вот мы вот такие, но к исправлению, как к детям, видите, он говорит, как возлюбленных, вразумляю вас, как возлюбленных детей. И смотрите, 15 стих так и говорит, «Ибо у вас, хотя тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованию». Он им напоминает, что, в общем-то, они от Него услышали слово. И разве Он подавал им такой образ пресыщенности, образ властвования над ними. Нет. А они усвоили не то, что Он им преподавал. И поэтому Ему это горько видеть, что Он их воспитывал так, как родителям, которые полагают воспитанию своих детей, а потом видят от них, что все, что они вкладывали, оказывается, ничего почему-то не вышло. И вот эта вот горечь в словах апостола Павла, она здесь явно слышна. Он говорит, «Как возлюбленных детей, не ради того, чтобы вас как-то пристыдить или унизить, а из-за любви, ради вашего спасения». Так и говорит. «Ибо хотя тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас благовествованием». Это очень важные слова по этому поводу. Пишет и Ироним Стридонский, и свидетель Иоанн Златоуст. Следующее. Да, вот там, свидетель Амвросий, например, вот его цитата интереснейшая, Медиаланский, он пишет так. «До сих пор, пишет цитата, умилостивляет Павел, дабы обвиненные и разгневанные слушатели не презирали его увещевание. Павел поступает, как добрый врач, который, прижигая кожу, нанесенную боль, старается надеждой на скорое выздоровление и ласковыми словами смягчить, чтобы больной позволил себя лечить». Конец цитаты. Видите, он так говорит. Дальше, Светлана Златоуст. Цитата. «Тот, кто слышит, что это, говорится, не с желанием обидеть, но с любовью, скорее, примет вразумление». Конец цитаты. Да, «Отец и наставник» Иероний Стридонский вложенный пишет. Цитата. «Ибо отцом является тот, кто первоначально посеял христианство в душе, а наставником тот, кто после него воспринимает ребенка и воспитывает его». Конец цитаты. Действительно, вот миссионер, миссионерское служение, служение людей, просвещающих, идущих в мир, к людям светским, действительно, их в некой мере, как пишется здесь, Амвросий Иероним Стридонский можно назвать отцами, которые потом впоследствии уже посеяв слово, впоследствии передают, скажем так, более опытным отцам для воспитания этих детей. И также святитель Амвросий пишет следующая цитата. «Из благослонности святой апостол умоляет детей своих подражать отцу, то есть поступать, как тот врач, который просит у больных разрешения дать им лекарства. Павел хочет найти в них доброжелателей, ибо как он претерпел много от неверующих ради их спасения, и отступив денные ночи, наблаговествует им бескорыстный дар Божий, так и им следует оставаться в вере его, и в учении, и не принимать неправильные учения лжиапостолов, но столько сносить презрение, поношение, злословие, дабы сохранить в целостности и чистоте любовь отца своего». Конец цитаты. И далее, 17 стих, апостол пишет, «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всей церкви, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно, будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Небесное не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости?» Здесь апостол Павел так начинает говорить, что заметим, что в 17 стихе он говорит, «Напоминаю вам». Вот это замечает тот же блаженный Ироним Стридонский говорит, цитата, «Тимофей, говорит Павел, расскажет вам о моих деяниях, ибо путями он называет деяния. Он не сказал научит, но напомнит», потому что они уже были научены. Смотрите, как восторг Павел очень аккуратно подбирает слова. Очень такое наставление нам всем, имеющим дело к поставленным по милости Божией в церкви, как-то преподавать, учить, проводить катехизаторские беседы, тем более миссионерское служение. Очень важно слушать то, что мы говорим. Очень важно понимать то, что мы говорим, и подбирать слова. И это мучает апостол. Видите, как он здесь аккуратно им пишет. Не говорит, что научу вас путям, а не сказал научим, но напомнит. И далее продолжает, «Ибо апостол порицает забвение». И далее одних слов действительно недостаточно. И вот блаженный Феодорит Кирский пишет по этому поводу, «Для спасения недостаточно проповедовать Царствие Божие, но надлежит и поступать достойно Царства». То есть он напоминает о том, что мы письмо Христово, что если какие-то были ошибки у человека в жизни, чтобы человек не повторял их, дабы не подавать соблазна. Как пишет апостол Павел об этом в других посланиях. Далее говорит, прийти к вам с жезлом, на самом деле дословно жезл здесь с палкой. Если так переводить дословно, слово переводится пруд, то есть розга. Он говорит, с чем вам прийти? С розгой или с кротостью? То есть видим, сначала апостол Павел выше сказал о чем? Что они его дети. И он только из-за любви им все это говорит. Потом напомнил им, что он, в общем-то, их отец. Потому что он им благоествовал Слово Божие. И они приняли. И он их родил благоествованием святым. И теперь, видите, как он переходит и говорит о том, я как отец имею право к вам прийти по-разному. Могу и с наказанием. Да, что для непослушного сына, что, как сказано в притче Розга. А могу прийти и с скротостью. Как? И не случайно он задает этот вопрос. Он задает этот вопрос для того, чтобы они задумались и к его приходу положили бы начало покаяния и исправились. Вот такая глава, такие интереснейшие здесь наставления дает апостол Павел, которые актуальны не только для Каримской церкви, я думаю, для нашего времени тоже. Продолжение следует...